Скажите, когда обед и ужин? Как бы этого не хотелось, один раз в году можно. Погодите кушать булку. Давай делаем уроки. Девочки, подскажите, а где вы берете такой розовый майонез? Это что за сюрприз такой? Смотрите. Скажи доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Собрались, идем в школу. У нас за ночь выпал снежок еще. Чуть-чуть совсем. Я так и знала, что будет снег. Да? Зима, пора бы уже. А то мороз есть, а снега нет. Расчистили дорожки. Теперь по ним скользко идти. Иду по снегу. В начале учебного года в сентябре сказали, чтобы родители на территорию школы не заходили. В итоге все родители провожают. А то дети не найдут дорогу сами. Не видать меня. Не видно меня здесь сегодня. В общем, наш проводик. Скоро там чуть подальше будут очищать пруд. Для того, чтобы люди на коньках катались. Так круто. У нас как зима, так обязательно дороги ремонтировать нужно. За дороги в камнях. Идешь, чтобы леди ногу подвернуешь. Там грязелка. Пешеходный переход убрали. Как переходить дорогу к ФЦ вообще непонятно. Бедные пенсионеры стоят. Уже люди ждут. Смотрите, как елочки завязали. Бежим домой на обед. А у нас на даче деревья не завязаны. Замерзнут. Всем привет. Добрый день. У нас воскресенье. Отработала я эти дни замечательно. Но, как я уже и говорила, это все-таки виновата окно. Вчера я опять сидела на первом этаже. И уже сама добровольно открыла окно, когда пошла на обед. Открыла проветривать помещение, потому что ужасно пахло хлоркой. Уборщицы мыли полы с хлоркой. И дышать было вообще нечем. Открыла окно. И мы все пошли на обед. Я пришла, окно закрыла. И, конечно же, в помещении было холодно. Вот. Помещение долго-долго-долго согревалось. Мы за это время успели простыть. Я, по крайней мере, точно с утра себя еле подняла, убралась, приготовила обед. Сейчас время 4 часа. Я думаю, все, надо приводить себя хоть как-то в порядок. Иначе я сейчас опять лягу, и все, и буду болеть. А мне с Настей еще уроки делать. Поэтому помыла голову, накрасилась. И пойду делать с Настей уроки. Настя повесила табличку. Скажите, когда обед и ужин? Настя, вот объясни, делать уроки. Делать будем с чаем и с бутербродами. Такой хлебушек вкусненький. Смотрите, он какой. Он у нас с изюмом. Брали его в ленте. Называется любимый с изюмом, по-моему. Вкусом этот батон напоминает куличи. Сверху яичком смазанный. Так он блестящий прям. Вкусно, в общем, на завтрак особенно. С пейниром или с маслицем. С чаем, с кофе. Вот. Но смотри, осторожно, чтоб тетрадки жирные не болит в книжке. Я уже высушила волосы. Устроилась так рядом на кровати. Как хорошо, когда школьный стол стоит рядом с кроватью. Родители могут отдыхать одновременно и контролировать, пока дети кушают булку. Давай делаем уроки. Хотела поставить елку. Но одна, конечно, я не справлюсь. Елка лежит вон на шифонере. Так что папа тебе поможет. Папа завтра выходной, но папа говорит, что рано еще. А я не знаю. Мне вообще все равно. Ставить ее, не ставить. Будет елка, не будет елки. Это больше детям надо. Мне все равно, когда поставим. В прошлом году елка стояла вот здесь, на этом месте. Вот. И, Настюк, тебе придется переезжать туда к анюте. Вот я отсюда вижу, как вы плохо пыль вытерли. Посмотри на стол свой. Видишь? Сделаешь уроки, пойдешь пыль вытирать. В общем, стол опять передвинем туда. Сюда поставим елку. Мне кажется, еще рано. Скажите, вы елки уже поставили? Я вот смотрю в окно, у некоторых уже гирлянды висят, уже такое настроение праздничное. У меня как-то руки еще не доходят. Вот она, наша елочка под потолком. Надо, чтобы папа пришел, ее спустил. Она такая огромная, такая пышная, что вот от кровати до этой кровати она такая вот прям пушистая. Ей к окну уже потом не подойти будет. Ну, будем ставить. Что, мы зря ее купили в прошлом году, что ли? Да и детям тоже радостно. Настюха маленькая, еще ей интересно. Анютка там на окно повесила что-то. Сейчас мы тоже включим. У нас тоже будет праздник. Пока Настюха делает уроки, я хочу показать, что мы взяли нашим крестником. Ну, один крестник и его брат. Это сыновья мои подруги. Один учится в восьмом классе, другой учится в шестом классе. Вот. Мы, в общем, выбрали вот такие наушники в ленте или где могли. Ну, старшему вот эти вот черные такие наушники. Ну, они там чуть подороже, блютуз. Там встроенный микрофон. По-моему, 900 рублей они стоили. Вот такие вот легенькие, прям крутые. Мне кажется, самое то сейчас вот дистанционное обучение. Сейчас они им будут актуальны. А младшему тоже вот такие наушники. Они тоже беспроводные, тоже, по-моему, блютузовские. Ну, а как еще по-другому они могут? Вот. Синенькие вот такие вот красивые. Ну, чтобы не перепутали, да? Чтобы разные были у них. А, во, блютуз, да. Блютуз, встроенный микрофон. То есть, они могут уже подключать к телефону и в зуме или где они там проходят обучение. Они могут слышать и говорить. То есть, их тоже будут все слышать. Вот. Вот такой вот актуальный подарок выбрали деткам. Я надеюсь, что они заценят. Потому что брать сладкие подарки. Они уже мальчишки, взрослые мальчишки. Конечно, сладости никогда не бывают лишними, но и полезными они тоже не бывают. Вот. Поэтому вот такие подарочки выбрали мальчишкам. Нет, надо наряжать елку. Как бы этого не хотелось, один раз в году можно потратить время, чтобы нарядить елочку, а потом собрать. Чтобы Настя руку тянет. Может, попросим папу поставить елку? Завтра? Да. Давай попробуем. Мы сегодня убрались от дома чистка. Мы будем упрашивать. Чего упрашивать? Надо просто дать ему отдохнуть, чтобы он отдохнул и выспался. Накормить его надо. Он станет добрым и мы ему тут скажем. Опа! Папа, давай елку поставим. Папа на работу только вон оттуда вот елку поднять. Вернее, спустить. А сами мы дальше. Ну вот, а сами мы дальше. Ну, если, конечно, что-то не будет получаться, там же она высокая, там надо ветки по очереди складывать. Если не будет получаться, тогда уже попросим. Я черный, я черный, я черный, я черный. Пойди, все. Завтра будем елку наряжать. Сделали мы с Настюхой уроки. Пока сидели, у меня прям глаза выкрывались. Сделали уроки, я пошла, думаю, дай полежу чуть-чуть. А в итоге уснула. А меня здесь ждет овощи. Хочу сделать селедку под шубой. Еще хочу показать, что я готовила на обед. Это мерджимек. Или по-другому чечевичный сок. Смотрите, ну он, правда, сейчас остыл. Вот такой густенький, запах невероятный. И мне нравится в него добавлять мяту. Ну, вот здесь она такая уже не очень красивая. Это обычная мята. Это лаврушечка и мята в самый конец. Турки так готовят. Но они готовят его такой вот с красным перчиком. Он такой немножко островатый. Мяту туда кладут. И уже в тарелки они добавляют лимончика. В общем, вкуснятина. Макс приходил в обед, заценил. На ужин будем доедать чечевичный суп с селедкой под шубой. Мой самый главный супер помощник уже чистит картошку. Сначала она взяла сделать это вот такой вот чистилкой. Но в итоге поняла, что руками это все делается гораздо быстрее. У меня вот такая вот селедка. 365 дней. Где-то 170 рублей она вышла. Ее хватит нам вот на две такие чашки. Вот такие вот салатницы. Настя, это для салата. Ты туда картошку чистишь. Это что за сюрприз такой? Смотрите. Вау, такого у нас во дворе еще не было. Поставили хлопушку прямо на детской площадке. Это что-то новенькое. Я разделываю рыбку. Сейчас я выносе косточки и буду меленько нарезать рыбку. На дно выкладываю лук. Я немножко луку положила, потому что не люблю много лука сырого. Потом сверху половинка селедки. Большие косточки вынула, а мелкие я просто очень мелко нарезала рыбу. И они практически не будут чувствоваться. Добавляем, значит, сюда картошечку. Прям все? Да. Когда я была маленькая, я вообще не любила этот салат под шубой. Селедка под шубой. Для меня вот вкуснее оливье вообще в жизни ничего не было. А уже любить я его стала. Когда вышла замуж, я уже сама начала готовить этот салат. И я поняла, в чем секрет, почему я не любила. Потому что мама никогда не солила овощи. У нее был лучок, рыбка была и сверху овощи с майонезиком. И она никогда не солила, думая, что рыба свою соль отдаст. Если солить вот так, хотя бы чуть-чуть, каждый слой будет гораздо вкуснее. Вот в чем секрет. Вот морковка. Распределяем ее. Тоже посолить чуть-чуть. Теперь яичко. В этот раз много у нас получилось яичко. Майонезик. Мы всегда берем оливковый. Либо вот такой махеев, либо вот в основном вот такую рябу. Но он почему-то сейчас без оливок. Ложечкой разравниваем. И в самом конце добавляем свеклу. Это как в какой-то соцсети прикол был, когда одна девушка спрашивает. Девочки, подскажите, а где вы берете такой розовый майонез? Надо было свеклу, майонез, а потом яйца. Что-то я немножко напутала. Там все равно мало было майонеза, правда? Поэтому я сделаю все-таки розовый майонез и сверху посыплю яйцами. Ну ладно, исправлю свою ошибку, сверху яйца еще сделаю. Все равно они у меня лишние были. Вот такой у меня получился салатик. Две чашечки. Сейчас сразу одну съедим за ужином, а вторая уже, наверное, останется Анюте на завтрак. Она у нас завтракает плотно, но не ужинает. Я опять в свою волшебную кружку наливаю чайник чая, чтобы вы понимали, на эту кружку вот сколько уходит чая. Очень вкусный чай, я вам советую. Он черный, и там целые прямо сушеные вишенки. Такой у него вкусный, прям вишневый аромат. Вот еще одно мое лекарство. Это вкусный медик. Кто там? Привет. Устал? Здравствуйте. Чего пить все хочу? Ничего себе. Зато так ты возьмешь. Понял? Ну ты даешь, Настя. И завтра елку поставишь. Все, сразу с порога все выпалило. Кость подождала, что ли, я раздел с собой. Я говорю, пусть папа завтра выспится, потом накормим, он добрый станет, довольный. Папа делал завтра вот так вот. Попросим елку спустить. Папе завтра ехать еще за запчастями опять? Опять? Ну, ну, стоит же. Нубук. Нубук? Нубук. У вас Нубук есть? Есть. А вифи, да? И вифи. И блюпуп. Блюпуп? Блюпуп тоже есть. Да? У тебя блюпуп работает? Какой блюпуп? Блюпуп. Блюпуп. Блюпуп? Лешо не поняла. Лешо не поняла. А что тебе нужно понять? Ну ты подмела и главное метло оставила посреди дороги. Где? Вот у тебя регистрация есть. Девушка. Смотри, что мы приготовили. У нас репетиция Нового года. Репетиция? Да, это вот на завтра, а это вот на сегодня. А еще сегодня... Шампанское откроем, да? Будем репетировать? Нет, будем чечевичный суп есть. Чечевичный? Да. Мам, мы съемаем свою чекупицу. Нет, Настя. Нет, Настя. Ее заколебаешь. Папа устал, мама болеет. Анюта сейчас придет, Анюты? Анюту, а задача? Ну, на Анюте, где залезешь, там и слезешь. Мне пришла в голову идея, чем мне заняться завтра. Смотрите, вот это вот мой уголочек, вот где я... где хранятся все мои лаки и все такое. И стоят они вот на такой вот старой колонке, которую Васька все ободрал. И здесь же находится мой компьютер, на котором я монтирую видео. Так вот, я хочу выкинуть вот эту вот колонку. И у Настюхи в комнате есть столик. Столик этот ей совсем маленький. Мы покупали, когда она еще была в детском саду. Она рисовала на нем, и у него так откидывается крышка. В общем, он там сейчас стоит ни к селу, ни к городу, под столом, под другим. Поэтому... И он белого цвета. И я предлагала подружке забрать у нее. Дочка ходит в детский сад, но что-то как-то им некуда ставить его. Поэтому я хочу выкинуть вот эту вот старую колонку и поставить на его место вот этот столик. И полочку уже поставить на стол. Вот. Он будет, конечно, повыше, и столик немножко сюда вот место займет. Но все-таки это будет красивее, чем вот эта вот колонка. Вот. И мне нужно навести порядок на моих полочках. Потому что, когда приходят девчонки делать ногти, я всегда очень долго все ищу. И я знаю, что у меня где-то что-то есть, но где, я не могу найти. Я там в прошлый раз попросила блестки. Я так долго искала и не нашла. Вот. Поэтому хочу все разобрать, навести порядок, разложить, как говорится, все по полочкам. И этим я займусь завтра. А на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите видео. Всем здоровья и хорошего настроения. Пока-пока.